И ты живёшь по их законам. Они, когда ты что-то делаешь против их закона российского, не нашего, их закона, что-то противоречащее их закону, когда ты не платишь налоги их государству российскому, тебя судят по их закону. Тебя судят. Его зовут Эльдар Бек Джабраилов. И все, кто присутствует на этом сборище. Сборище, как ты назвал это? Ты, во-первых, не дочитал мой комментарий, как ты выражаешься, хотя я не знаю, что означает слово «комментарий». В конце комментарии я писал, что ты очнёшься окончательно тогда, когда наша Чечня станет оазисом добра, порядочного общества, когда мы, наконец, выдавим из этой земли всех недругов нашего народа. Вот тогда ты поймёшь, что вся твоя деятельность – это было твоим проклятием. Когда я писал свой комментарий, тогда я не пытался противопоставить себя и свой разговор против тебя и твоей деятельности, но выразил свою мысль и своё мнение. Европа и Запад всегда пытались, и по сей день не прекращают попытки, сломить, ранить это самое государство – Россию. А ты и тебе подобный просто инструмент, даже просто винтики в огромной машине, изобретённой Западом в борьбе с Россией. Ты дурак, мне кажется, Тумсо. Как можно вспоминать события вековых давностей, ту же Кавказскую войну, времён Шамиля, и события ранние, бывшие, и обвинять сегодняшнее положение и событие? Ну, в общем, он так написал, я не понял, что он там хотел написать. «Мир давно уже другой, и народы тоже. Мы что, прокляты, Тумсо? Что мы не должны, наконец, созидать, процветать и трудиться, как нормальные люди? Я не пойму, к чему ты и тебе подобные сегодня ведёте эти разговоры. Тебе не нравится кадыровский беспредел? Тебе не нравится неравенство среди щенского народа. Тогда говори достойно. Тебе никто не упрекнёт за то, что ты замечаешь моменты несправедливости в обществе. Но ты просто ведёшь пропаганду, диктуемую тебе некими хозяевами твоими. Я не жду и не ждал милости ни от какого режима. Всю жизнь трудился, и это моя жизнь. Просто оставь народ в покое. Ты же вводишь в блудню некоторых людей насчёт Запада. Запад всегда был мерзким. И ты, и если там мои родственники, то и они, вы там рабы, и живёте как рабы. Здесь мы свободны, если даже на нас падают бомбы. Понятно, это Тунсо. Вот такой вот комментарий нам оставил человек. Это тот самый человек, который до этого писал, что богомерзкий Запад с богомерзкими ценностями. Помните, я отвечал на этот комментарий. Ну что, начнём тогда ему отвечать. Значит, в первой части он тут приводил, что Запад всегда пытался и по сей день не прекращает попытки сломить, раздербанить это самое государство, Россию. А ты, Тунсо, являешься инструментом в этих попытках. Что я тебе могу на это ответить? То, что Запад всегда пытался и пытается там как-то развалить Россию, это в первую очередь нам на руку. Быть инструментом в этой системе, то есть быть союзником с Западом против общего врага, это нормально. И это нормально, что мы являемся инструментом в этом противостоянии. Только не инструментом, а одной из сторон мы являемся, понимаешь? И это нормально. И если ты считаешь, если ты себя ассоциируешь с Россией и как бы переживаешь за то, что её хочет развалить Запад и такие, как я, такова жизнь, извини. Мы боремся друг с другом, мы боремся с Россией уже 400 лет. Только разница наша в том, что мы не пытаемся её развалить. То есть, конечно, мы не против, если она развалится, и таким образом она от нас отстанет. Но наша основная цель – это не развалить Россию. Нам абсолютно неинтересно её разваливать. Нас наоборот она интересовала бы, как сильное государство, рядом, если бы у нас были с ними хорошие отношения. Это было бы нормально. Нас не интересует её развал. Нас интересует просто, чтобы они нас оставили в покое, освободили наши земли, освободили наших заключённых, которых они десятки тысяч людей, которые сегодня сидят. А сидят они лишь за то, что они сражались с оккупантом, пришедшим на нашу землю. Понимаешь, вот что мы хотим. Мы не просим, ни Запад не просим их разваливать, ни Запад нас не просит их разваливать. У Запада, возможно, есть какой-то интерес, хотя я тоже не думаю, что у них интерес развалить Россию. Западу тоже наверняка было бы интереснее иметь Россию партнёром, нормальным, сильным государством, партнёром. Россия — это всё-таки ядерная держава. Это не просто так взять, так развалить, и чтобы это всё так прошло безболезненно. И каждый политик, сидящий сегодня здесь на Западе, большие политики, они понимают, что это очень опасно. Даже говорить о том, чтобы развалить такую махину, ядерную державу, это очень опасно. Это может очень плохо кончиться для всего мира. Поэтому, если даже эти попытки есть, как ты говоришь, её развалить, целью является не развал России, а целью, наверное, является свергнуть вот этот режим, который сегодня навязывает всему миру свой порядок, хочет выглядеть империей, покорить весь этот мир, захватить его, навязать ему свои устои. Вот что хочет сегодня и Запад, и нам нужно именно это. Далее. Запад всегда был мерзким. Ладно, не буду всё вот это комментировать, отвечать просто на последнее тебе. Я был мерзким, и ты, и если там мои родственники, то и они, вы там рабы, и живёте, как рабы, ты написал. Здесь мы свободны, если даже на нас падают бомбы. Понятно? Это Томсо. Нет, непонятно. Я тебя разочарую, но дело в том, что вот в том положении, в котором мы сегодня здесь живём, не имея, вот я, например, в данный момент не имею статуса беженца, не имею какой-то определённости. То есть я ещё соискатель убежища. И большинство наших земляков, находящихся здесь, они находятся вот именно в таком, как я, положении, как бы подвешенном. И это, конечно, отражается на наших каких-то, ну, на наших правах здесь, так скажем. Мы здесь не имеем тех полноценных прав, которые имеют здесь граждане и имеют те, у которых есть уже документы. С нами, конечно, проще, против нас проще сделать какую-то несправедливость, нарушить наши права, безусловно. Но при этом даже, вот при том положении, в котором мы сейчас находимся, мы здесь находимся не в рабстве. Мы здесь имеем полноценные свои права, свои свободы. и мы имеем право в рамках того закона, который есть сегодня здесь на Западе, мы имеем право эти наши права защищать, отстаивать и требовать. А вот ты, ты и те наши люди, которые находятся сегодня дома, как ты написал, вы свободны, даже если на вас падают бомбы. В том-то и проблема, что на вас не падают бомбы, но не вы, а я буду говорить мы, это все-таки мы все, я себя ассоциирую с теми, кто дома, мы все там несвободны, и там мы как раз таки в рабстве. И это удивительная глупость говорить такие вещи, что находясь здесь, мы в рабстве, хотя ты сидишь в республике, где находятся ханкала, где находятся всевозможные военные части, российские оккупационные, и ты живешь по их законам, они, когда ты что-то делаешь против их закона российского, не нашего, их закона, что-то противоречащее их закону, когда ты не платишь налоги их государству российскому, тебя судят по их закону, тебя судят в их суде, и в тюрьмы тебя отправляют, в их тюрьмы. Понимаешь? Это там мы находимся в рабстве, это там у нас такое унизительное положение, не здесь. Здесь мы, конечно, не жируем, и мы не можем сказать, что мы здесь хозяева жизни, безусловно, но мы здесь не находимся в рабстве, а там находимся. Чуешь ты эту разницу? Это понятно, уважаемый Эльдербек Джабраилов. Субтитры создавал DimaTorzok